Историческое мгновение! Две мемориальные доски, два напоминания о великих делах и событиях, случившихся больше века тому назад на территории современной первой больницы в Щелкове. Одна из них увековечивает память о Первой мировой войне, столице которой отмечается в этом году. В то время на территории Красной больницы располагался госпиталь первого разряда, где выхаживали больных и раненых. Здание, в котором он находился, было построено на 20 лет раньше на месте деревянной больницы. Без памяти нет истории, и мы должны, конечно же, сейчас как можно больше воссоздать из истории и понять, кто же все-таки из наших жителей, наших предков делал историю Щелковского района, Московской области нашего края. Вторая мемориальная доска посвящена основателю, первой больнице, доктору медицинских наук Порфирию Кузьмину. Ранее он с отличием окончил лечебный факультет Императорского Московского университета и стал специалистом широкого профиля. На территории больничного комплекса, который местные жители называют Красной больницей, потому что главный корпус был из красного кирпича, на протяжении 40 лет работал Порфирий Иванович Кузьмин, доктор медицинских наук. Ну а сама больница и сейчас располагается на этом же месте, вот буквально за моей спиной. Больница была фабричной, всего на 31 койку и принадлежала товариществу на фактур Людвиг Рабенек. Дальнейшее строительство лечебных корпусов проходило при участии Порфирия Кузьмина. Порфирия Ивановича назвали бы сейчас эффективным менеджером, потому что на основе маленькой больнички, которая обеспечивала, как мы услышали, фабрику, было открыто большое лечебное заведение. И именно такими людьми, именно их трудами славилась и славится Щелковская земля. Обе таблички разместили на корпусе 1928 года постройки, где работали поликлиника, противотуберкулезный диспансер и столовая. Сегодня в здании функционирует администрация больницы и физкультурно-оздоровительный диспансер. Мне бы очень хотелось, чтобы не только сотрудники, которые каждый день, а у нас сотрудников более 300 человек, а за год проходят пациентов 4,5 тысячи в нашем учреждении, чтобы не только сотрудники, проходя мимо этих эмиральных досок, останавливались и просто воскрешали, и просто запоминали, кто же родоначальник здравоохранения в Щелковском районе. Вспомнить о потомках, стоявших у истока возрождения системы здравоохранения в Щелкове, предложила инициативная группа благородному делу Порфирия Кузина и его коллег по спасению человеческих жизней. И сегодня продолжает служить врачи первой больницы. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.